Недалее, как в марте, глава Генштаба Валерий Герасимов объявил о решении Сергея Шойгу создать российские силы специальных операций с возможностью действовать за рубежом. На этой неделе наш военный корреспондент Александр Сладков уже снимал боевую подготовку нового подразделения. Эксклюзивный репортаж с гор Северного Кавказа. Впервые российские военные открыто заявили о своей готовности к нелегальной работе за рубежом. Речь не идет о разведчиках, о подводной лодке, которая в чужих территориальных водах крадется к берегам вероятного противника. Это совсем не то. Опять, ключевое слово впервые. Министерство обороны России, силы специальных операций продемонстрировали варианты своих возможных действий на сопредельной территории, то есть за границей. Силы специальных операций, войска предназначенные для достижения политических и экономических целей в любой географической точке мира, представляющие интерес для Российской Федерации. Войска, воюющие в мирное время. На этой неделе штатная группа СССР прибыла в южный регион страны. Цель учений – имитация переброски на территории одного из соседних государств. Подобные силы уже давно сформированы в Соединенных Штатах Америки, в Израиле, Германии, во Франции. И по заявлению специалистов, без дела они не сидят. Российская группа поднимается на высоту 6500 метров. Каждый специалист, кроме оружия, обеспечен индивидуальным кислородным оборудованием. Без него выполнять прыжки с парашютом невозможно. Даже в кислородной маске специалист испытывает на себе действия высоты. Тяжелеют ноги, кровь приливает к голове. А в полете предстоит преодолеть расстояние в 40 километров до площадки приземления. На какую высоту вы можете подниматься, с какой высоты можете высаживаться, и как точно можете приземляться с этим парашютом? Ну, приземляться можем в кепку. А с высот, начиная от 400 метров и заканчивая 8-10, это зависит уже от кислородного оборудования. 8-10 тысяч метров? Так точно. Группы российских ССО приземляются условно на территории чужой страны. Задача – обнаружение базы иностранных диверсантов, разгром ее. Обратите внимание, первое, что делают специалисты, переодеваются, меняют свою форму на камуфляж страны пребывания – маскировка. В России уже давно созданы и действуют различные подразделения спецназов. Борьба с террором, с бандформированиями, с криминалом, с наркомафией. Силы специальных операций фигурально – это российский отряд Джеймс Бондов. Правда, самим офицерам такое сравнение не нравится. База заграничных диверсантов обнаружена, группа совершает огневой налет. Иностранные ССО, кроме подобных острых операций, решают, как правило, самые невероятные и пикантные задачи. Они вступают в дело, когда дипломатические методы уже не действуют. Отвлекают силы и внимание определенных стран от внешних проблем, создавая им проблемы внутренние. Раскачивают политическую систему этих государств. Дестабилизируют обстановку, в том числе через третьи руки. Силы специальных операций создают, обучают и руководят иностранными партизанскими движениями. Устраняют нежелательных лидеров без всяких санкций на чужой территории и так далее. Российские специалисты главной своей задачей видят защиту наших граждан за рубежом. Освобождение россиян, попавших в заложники где-то на далеких территориях. Защиту интересов к нашей стране. А это последний штрих. Эвакуация группы на территорию России после выполненного задания. Естественно эти учения проходили в России, но как сказали люди, с которыми мы общались, которых снимали целую неделю, поступит приказ географии их действий. Будет любой. Александр Сладков, Леонид Лосев, Игорь Клеен. Вести недели. Северный Кавказ.